Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сейчас коснёмся темы меланомы и беременности. Это же достаточно трагичная ситуация, когда во время беременности женщина обнаруживает такое патологическое состояние. Конечно, это весьма трагическая ситуация. На этом слайде я покажу вам Льва Вадимовича Демидова, который практически ещё 20 лет назад начал заниматься этой темой и, пожалуй, является основоположником развития этой тематики в России. И в верхней части слайда вы видите, как рос или как менялся интерес к меланоме и беременности в публикациях. Собственно говоря, в 2020 году мы не видим пока ещё бурного интереса к этой теме, но уже прошло всего лишь полгода от 2020 года, и уже 12 статей показаны по МИДе, которые посвящены теме меланомы и беременности. В сегодняшний день меланома оттесняет уже все прочие онкологические заболевания, которые диагностируются на фоне беременности. Это и рак шейки матки, и лимфомы хошкина, и рак молочной железы. Сегодня меланома выходит на первое место, и практически 8% всех локализаций, всех заболеваний, вернее, онкологических, составляет меланома у беременных пациентов. По данным международной рабочей группы, которая создана была ещё 10 лет назад, меланома на сегодняшний день в составе общего регистра европейского составляет где-то 5%. Конечно, в основном фиксируется рак молочной железы, но увидите, что и меланома постепенно набирает рост, и постепенно число заболевших беременных меланомы увеличивается. На сегодняшний день в международном регистре зафиксировано более 2,5 тысяч заболеваний онкологических на фоне беременности. Здесь показана динамика заболеваемости у беременных, и выделены как раз именно 3 основные болезни, скажем так, которые поражают, которые встречаются на фоне беременности. Это рак молочной железы, рак шейки матки и меланома. Видите, тенденция к росту отмечается при раке молочной железы, при раке шейки матки, и некая тенденция к снижению при меланоме. Но это очень обманчивая тенденция. На самом деле всё-таки всё чаще женщины обращаются с уже достаточно распространённой формой меланомы на фоне беременности. На сегодняшний день мы ориентируемся в диагностике прежде всего на ту дозу, которую получает плод при проведении тех или иных диагностических мероприятий. В зависимости от недель гестации и в зависимости от той дозы, которую плод получает во время какого-то исследования, вы видите, может фиксироваться различные мальформации или же повреждения. Например, любая доза в первые две недели является, собственно говоря, смертельной для эмбриона. Но тем не менее, если требуется диагностировать заболевание, если требуется оценить его распространённость, то на этом слайде вы видите, что основные все методики, которые мы используем, в том числе для выяснения степени распространённости меланомы и рентгенографии лёгких, и компьютерная томография, и даже ПЭТ-КТ, и радиозатопные исследования костей несут плоду очень небольшую дозу, практически, вы видите, меньше сотой единицы. Поэтому относительно безопасно для плода. И вот на данном слайде слева показано, что, в принципе, как МРТ, так, например, и компьютерная томография грудной клетки, или же даже маммография, они абсолютно безопасны для плода, и могут использоваться в качестве диагностики. Конечно же, ПЭТ-КТ и компьютерную томографию брюшной полости следует избегать, но и здесь мы видим, что доза не превышает допустимую, которая даёт высокие риски для малиформации плода. По данным Международной рабочей группы, которая занимается исследованием беременных пациенток и онкологических заболеваний одновременно во время беременности, мы видим, что меланома встречается в 50% случаев в этой регистрационной базе где-то при первой стадии. Но, тем не менее, вы видите, что в 30% случаев это четвёртая стадия. То есть, получается, промежуточные стадии почти не обнаруживаются. То есть, либо всё не так уж плохо, либо всё очень плохо. И вот такой дисбаланс, в принципе. Здесь я хотела вам показать, что ещё в 90-х годах, начиная с 1990 года, Лёв Вадимович, уже занимаясь этой проблемой, установил, что средняя толщина опухоли у беременных женщин практически в два раза больше, чем средняя толщина опухоли при меланомии у небеременных пациентов. То есть, это такая значительно отличительная черта в этой группе пациенток, которая, разумеется, влияет на прогноз, возможно, но об этом я расскажу позже. Каковы же общие принципы лечения беременных пациенток с меланомой? Прежде всего, конечно же, как и всякое лечение всяческой пациентки беременной с онкологической патологией, вы не можете принимать решения в одиночестве. Конечно, вы должны привлечь мультидисциплинарную команду онколога, акушера. Иногда приходится использовать, привлекать к вашей команде психолога. Необходим учет тератогенности процедуры препаратов, разумеется. Всегда необходимо информировать пациентку и ее родственников о возможных осложнениях для плода при сохранении беременности и подписанием соответствующего документа. То есть вы должны разъяснить, что если беременность будет сохранена, она потребует целого ряда различных диагностических мероприятий и лечебных мероприятий. И, конечно же, необходимо всегда просить у пациентки заявление об отказе от прерывания беременности по медицинским показаниям. Сегодня мы ориентируемся в своей работе на приказ Минздрава, который еще существует 2007 года. Он пересматривался в 2011 году, в 2012 году. И здесь вы видите перечень технообразований, которые требуют прерывания беременности. И здесь, в принципе, вы видите перечень всех гинекологических заболеваний. Здесь меланома не указана. Во всех прочих случаях вопрос о прерывании беременности и, соответственно, начале лечения решаются индивидуально консилиумом врачей. Какие же основные и общие принципы хирургического лечения беременных пациенток с меланомой? В целом, стратегия хирургического лечения меланомы во время беременности не должна существенно отличаться от стратегии лечения у небеременных женщин с меланомой. И тератогенное воздействие анестезиологических препаратов, особенно со второго триместра, оно минимально. Поэтому мы используем достаточно широко широкое хирургическое сечение опухоли, возможно, как под местным, так и общим наркозом. И вот что касается лимфоденоктомии, то здесь есть некие ограничения. Возможно, выполнение боковой или заднелатеральной диссекции шеи и акселярной диссекции включает третий уровень, а вот что касается паховой лимфоденоктомии, то желательно ее отложить до родов, то есть на период после родов. Весьма интересен вопрос возможности биопсии сигнального лимфатического узла. Здесь представлена работа, которая была опубликована в 2013 году. С тех пор прибавилось еще 5 случаев у данного автора. Он наблюдал 15 случаев меланомы 1-2 стадии у беременных пациенток. Средняя толщина по Бреславу была 1 мм. И средний срок беременности 20 недель. И у этих пациенток была использована техника биопсии сигнального лимфатического узла, причем она была двойная и радиозатопная, и с красителем. И 16 детей были рождены в среднем на сроке 39 недель. Срок наблюдения за ними составил почти 6 лет. Самое главное, что интересовало авторов, естественно, состояние детей. Надо сказать, что дети все здоровы, и у мам не отмечены рецидивы опухоль. Это возможно, потому что доза, получаемая плодом при данной процедуре, она довольно минимальна. Вы видите, вот такие цифры. Это очень небольшая доза. Но надо помнить о том, что, например, раствор изосульфана синего может, к сожалению, давать до 3% риска анафилактического шока. Поэтому все же рекомендовано использовать только метод радиоактивного использования техниции. Хотя информативность его, вы видите, не очень высока. И еще, когда мы все-таки рискнем выполнить эту процедуру... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова